Ребята включились в игру прямо с порога. После небольшой жеребьевки школьники превратились в журналистов универсальных медиа-центров. В борьбу за победу журналисткам баттле вступили Саров-8 и Фонарики. Это такая шутливая битва на тему журналистики. То есть ребята познакомятся с основами журналистики, поиграют. То есть будут задания на знания основ русского языка, норм произношения правильные. Задания для конкурирующих коллективов СМИ были разнообразными. Педагоги медиа-студии проверили грамотность юных корреспондентов, их смекалку и кругозор. Для Евгения Тихонова это был первый опыт работы в команде журналистов. Большинство заданий показалось ему забавными, поэтому участники команды Саров-8 часто смеялись во время обсуждения. Обстановка какая-то, что задавались довольно интересные вопросы, которые заставляли нам посмеяться и подумать. То есть направляла команду на совместную работу. Самым веселым было упражнение дикторов для артикуляции. Нужно было несколько раз проговорить скороговорку. Произнести два блеских по звучанию слова оказалось не так просто. И удержаться от смеха было сложно. Король, орел, король, орел, король, орел. Правильно расставить ударение в словах, придумать оригинальные подписи к фотографиям, объяснить значение фразеологизмов. Задания заставляли ребят вспомнить школьную программу и дать волю творческому мышлению и смекалке. Мне мероприятие это понравилось, потому что оно было довольно заряжающее позитивной энергией, довольно веселое, интересное. В формате интерактивной игры ребята на себе ощутили, как непроста профессия журналиста. Научились работать в команде и проверили свои знания в различных сферах жизни. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.